МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также обвиняется в вмешательстве в процедуры пожарной службы Нью-Йорка в интересах иностранных лиц. В одном случае Адамс якобы оказывал давление на пожарных инспекторов, чтобы те одобрили открытие здания турецкого консульства, несмотря на существующие проблемы безопасности. Следует отметить, что предполагаемое поведение относится ко времени пребывания Адамса на посту президента Бруклина. Ну а теперь Адамс стал первым мэром в истории нашего города, которому предъявлено обвинение во время его пребывания в этой должности. Ну а если он уйдет в отставку, его заменит общественный защитник нашего города Джуман Уильямс, который затем назначит специальные выборы. «Мы не удивлены случившимся», в свою очередь, заявил Адамс. Обратившись к нью-йоркцам, он попросил жителей не торопиться с выводами и подождать, чтобы услышать его защиту. Губернатор Кетти Хоккол, которая имеет полномочия отстранить мэра от должности, также сказала, что ей нужно прочитать обвинительное заключение, прежде чем делать какие-либо определенные выводы. Бывший губернатор Эндрю Куома пытался ненадлежащим образом повлиять на показания своего главного помощника во время расследования Конгрессом катастрофического мандата его администрации, который заставил пациентов с COVID-19 жить в домах престарелых, утверждается в новом документе Палаты представителей. В результате распоряжения Куома 9 тысяч выздоравливающих пациентов с COVID были приняты в дома престарелых по всему штату без необходимости проходить тестирование на наличие положительного результата. Куома в своем июньском интервью с Комиссией Палаты представителей по COVID отрицал какую-либо причастность к отчету Министерства здравоохранения от 6 июля 2020 года, в котором из окончательного подсчета смертельных случаев были исключены случаи смерти в домах престарелых. В этом году Куома не был приведен к присяге для дачи показаний за закрытыми дверями, но ему сообщили, что он может подвергнуться уголовному преследованию, если даст заведомо ложные показания. Избранный подкомитет продолжает тщательное и основанное на фактах расследование. Соответственно, избранный подкомитет оценивает все имеющиеся в его распоряжении возможности, чтобы привлечь бывшего губернатора Куома к ответственности, говорится в меморандуме Конгресса. Совет директоров МТА проголосовал за план капиталовложений на сумму 68,5 миллиардов долларов, который не даст системе транзита прийти в упадок после приостановки программы взимания платы за проезд в Манхэттен. Но руководители транзита говорят, что единственный способ сделать его реальным – это если штат выделит не менее 33 миллиардов долларов на предполагаемый план капиталовложений. «Мы принимаем план, признавая, что Олбани в конечном итоге принимает решение о том, как и в каком объеме его финансировать», заявил председатель и генеральный директор МТА Яна Либер. Транспортное агентство заявляет, что без полного финансирования пассажиры не смогут ездить на новых поездах и автобусах, пользоваться доступными станциями, увидеть развертывание проектов, таких как Интербороэкспресс, и перестройку ключевой инфраструктуры, необходимой для поддержания работы системы. Ожидается, что предложение будет отправлено в Олбани, где законодательному органу будет поручено решить, сможет ли он предоставить финансирование для завершения плана капиталовложений, который охватывает 2025-2029 годы. Все это происходит, пока МТА продолжает справляться с дефицитом в размере 16 миллиардов долларов в своем текущем плане капиталовложений. Новым руководителем школьного образования станет нынешний заместитель его главы Мелисса Авилис Рамос. Это произошло после того, как канцлер Дэвид Бэнкс объявил, что в конце календарного года, после почти 40 лет государственной службы в школах Нью-Йорка, он уходит на пенсию. А Виллис Рамос примет бразды правления от Бэнкса с 1 января, и она не новичок в нашем городе. А Виллис Рамос работала в департаменте образования в течение двух десятилетий на разных должностях, от классного руководителя до заместителя суперинтенданта. Ну а имя Бэнкса теперь добавлено в список других высокопоставленных чиновников, которые объявили, что покинут свой пост в администрации Адамса. В их число входит комиссар полиции Эдвард Каббан, главный советник Адамса Лиза Зорнберг и комиссар по здравоохранению Эшвин Вассан. Мэр Эрик Адамс высказался по этому поводу. Они приходят, служат, производят высококачественный продукт, а затем идут дальше. Знаете, занимать ответственные должности – это изматывающее занятие, и я думаю, что право людей, когда они заканчивают время, которое они хотят отслужить, заняться чем-то другим. Комиссия по городскому планированию подавляющим большинством голосов одобрила план мэра Эрик Адамса по перезонированию. Город – да! Установив двухмесячный срок для получения одобрения городского совета. Предполагаемая поправка к законам о зонировании города содержит далеко идущие изменения, которые ускоряют преобразование офисных зданий в жилые, создают бонус в 20% плотности для проектов, которые добавляют недорогие квартиры и открывают возможность для большей плотности в районах, где уже есть большие здания. Получить 26 голосов в городском совете для сохранения этих положений будет сложной политической задачей, даже учитывая жилищный кризис, который привел к уровню вакантных площадей в 1,4%, самому низкому за десятилетие и росту арендной платы, из-за которого половина жителей Нью-Йорка платит более 30% своего дохода за аренду. Оппозиция сосредоточилась на положениях, которые стимулируют строительство большего количества жилья в районах с низкой плотностью за счет разрешения строительства многоквартирных домов высотой до пяти этажей над розничными магазинами, на коммерческих коридорах и увеличения допустимой плотности вокруг остановок общественного транспорта. Это был выпуск городских новостей. И с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова